О развитии цивилизации можно говорить как о человеческой жизни. Детство, юность, зрелость. И чем выше уровень, тем больше потребление энергии. Одно дело смолоть немного зерна. Привести в действие примитивный станок. Для этого хватало мощности водяных и ветряных мельниц. Или такой вот живой лошадиной силы. Совсем иные возможности открыло овладение энергией пара. Паровозы, пароходы, большие фабрики с паровыми машинами. На рубеже 20 века человечество научилось использовать энергию электричества. Самую универсальную, удобную. Энергия двигателей внутреннего сгорания позволила создать невиданные ранее средства передвижения. Были эти детища прогресса страшноваты, но гибелью человечеству не грозили. Исследованное супругами Кюри явление радиоактивности привело к открытию такого вида энергии, который впервые поставил перед человечеством вопрос о его использовании только в мирных целях. В Молодой Республике Советов работа по изучению радиоактивности возглавил академик Абрам Федорович Иоффе. Молодой ученый Курчатов был одним из его учеников. Время удивительных открытий. Физики обнаружили, что ядро атома урана 235 захватывает нейтрон. Оно делится на два ядра осколка, испуская при этом два или три нейтрона. Кинетическая энергия осколков и нейтронов и есть высвобожденная ядерная энергия урана. Нейтроны попадают в другие ядра, те тоже делятся. Возникает цепная реакция с огромным выделением энергии. Итальянскому физику Энрико Ферми первому удалось осуществить управляемую цепную реакцию. Специальная установка, созданная в его лаборатории, получила название ядерный реактор. Ферми, как многие ученые стран, захваченных фашистами, эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Шла Вторая мировая война. Правительство Соединенных Штатов всячески поддерживало научные исследования в области ядерной физики. И было крайне заинтересовано в получении скорейших результатов. Целью этих исследований было создание атомной бомбы. И уже после победы над фашистской Германией, в пустыне Невада был произведен первый атомный взрыв. Две бомбы американцы решили сбросить на Японию. Не столько для скорейшей победы над ней, сколько для устрашения Советского Союза. Сначала атомный смерч обрушился на беззащитную Хиросиму. Второй удар на жителей Нагасаки. Города с сотнями тысяч жителей превратились в выщенную пустыню. Не только в Японии. Во всем мире люди чтят память жертв тех варварских бомбардировок. Новым страшным оружием грозили и нашей стране. Ответом на угрозы явилось создание в СССР такого же оружия. Возглавил эту работу академик Курчатов. Но основной для нас была и остается сегодня работа по мирному использованию энергии атома. И вот под руководством Игоря Васильевича Курчатова в Советском Союзе построена первая в мире атомная электростанция. Год ее рождения 1954-й. Место рождения подмосковный город Обнинск. В сущности это самые первые строки в истории применения могучих ядерных сил для созидания, а не разрушения. Разумеется, потребовались надежные методы управления реакцией деления атомных ядер. В рабочей зоне реактора потоки нейтронов очень велики. Но тщательно продуманные защитные системы гарантируют полную безопасность. Ни людям, ни окружающей среде не грозит никакая беда. Теплотворная способность ядерного горючего огромна. Теоретически в миллиард раз больше, чем органического топлива. От атомного реактора тепло передается в парогенератор. Следующее звено — паровая турбина. Она приводит в действие генератор, вырабатывающий электрический ток. Мощность атомных электростанций постоянно растет. В советской энергетике они заняли заметное место, стали одним из основных направлений ее развития. Выдающимся достижением нашей науки и техники по праву считается создание атомных ледоколов. Они не нуждаются в обычном топливе и могут подолгу работать во льдах. Из всех надводных судов только такому ледоколу удалось достичь Северного полюса. Сфера мирного применения атомной энергии расширялась. И надо было думать о ресурсах ядерного горючего. Ученые нашли практичный способ получения нового ядерного топлива в реакторах на быстрых нейтронах — бридерах. Здесь в активной зоне реактора находятся стержни с изотопом урана-235. Окружает их зона воспроизводства, содержащая стержни с изотопом урана-238. Быстрые нейтроны, попадая в ядра изотопа урана-238, превращают его в Нептуний. А затем в Плутоний-239, который сам служит отличным ядерным горючим. Такие реакторы на быстрых нейтронах-размножителе одновременно восполняют запасы сырья и дают тепло для выработки электроэнергии. А энергия — это жизнь. Здесь, на берегу Каспия, нет пресной воды. Но реактор на быстрых нейтронах дал энергию мощным опреснителям. И в пустыне возник новый город — Шевчанка. Город, в котором воды хватает всем. Знаменательно, что именно наша страна первая начала серийный выпуск реакторов для атомных электростанций. С этой целью введено в строй действующих огромное современное предприятие «Атоммаш». Оборудование для атомных станций идет отсюда не только в разные области Республики Советского Союза, но и в братские страны социализма. Мирная энергия атома становится энергией дружбы. Сегодня электростанции и линии электропередачи Советского Союза и социалистических стран объединяются в единую энергетическую систему, которая получила название «Мир». Единая энергосистема позволяет распределять энергию, необходимую тысячам городов, десяткам тысяч промышленных предприятий. Как известно, технический прогресс идет с удвоением мощности в течение определенного периода. Для электроэнергии этот период составляет примерно 10 лет. И несмотря на строительство атомных электростанций, главным источником энергии остаются станции тепловые, работающие на угле, нефти и других видах органического топлива. Добыча топлива ведется такими темпами, что в не очень далеком будущем на Земле может вовсе исчезнуть органическое горючее. Что из этого получится, несколько лет назад испытали на себе жители западных стран. Правда, энергетический кризис был тогда спровоцирован нефтяными монополиями. Но он заставил задуматься о будущем. Где она, энергия завтрашнего дня? В недрах Солнца, в глубинах звездной материи, ответили физики. Там идет термоядерный синтез. Ядра тяжелого водорода, соединяясь, освобождают огромное количество энергии. Термоядерное горючее водород имеется и на Земле. Запасы его практически неисчерпаемы. Вода. Буквально океана водорода. Зажечь рукотворное Солнце. Такова высокая цель ученых, исследующих термоядерный синтез. Именно в нашей стране родилась идея установки, которая была признана наиболее перспективной. Знаменитого Токамака. По первым буквам. Тороидальная камера, магнитная катушка. Вот мультсхема, поясняющая устройство Токамака. В центре расположен сердечник с первичной обмоткой для тока высокой частоты. Его вторичная обмотка. Тороидальная камера. В камере создают глубокий вакуум, а затем подают туда смесь тяжелых изотопов водорода, дейтерия и трития. При работе Токамака внутри камеры возникает плазменный шнур. Его формирует и удерживает поле, создаваемое магнитными катушками. Внимание! Происходит очередной опыт. Вспышки на этом макете означают реакцию синтеза ядер при нагреве до звездных температур. Дейтерий и тритий, их символы в левом верхнем углу, превращаются в гелий. Каждое слияние — миллионы электроновольт высвобожденной энергии. Основная сложность метода — неустойчивость плазмы. Ученые пытаются получить энергию термоядерного синтеза и на установках, где стимулятором реакции является луч лазера. Энергия лазерных лучей или пучков ускоренных электронов должна одним импульсом зажечь реакцию в термоядерной мишени. Вы видите установку «Дельфин». Она создана в физическом институте Академии наук СССР. А вот так выглядит упрощенная схема лазерного термоядерного синтеза. Световой импульс от задающего лазера проходит через систему усилителей и затем фокусируется на термоядерную мишень. Диаметр мишени меньше миллиметра. Это полый шарик, начиненный дейтерием и тритием. И когда лазерные лучи обрушиваются на шарик со всех сторон, происходит миниатюрный термоядерный взрыв, но мирный, дающий полезную энергию. Задача овладения управляемым термоядерным синтезом настолько важна, что в ее решении участвуют многие выдающиеся советские физики, в том числе президент Академии наук СССР Анатолий Петрович Александров. Разработкой лазеров для импульсных реакторов руководит лауреат Нобелевской премии академик Николай Геннадьевич Басов. Самые разрушительные, самые опасные силы можно укротить, заставить работать на благо людей. Но агрессивные милитаристские силы, прежде всего Соединенных Штатов Америки, не желают отказываться от ядерного оружия, угрожают им нашей стране. А ведь катастрофа на полигоне может однажды перерасти во всемирную. Движение сторонников мира обретает все больший размах во всех уголках планеты. Люди хотят избавления от ядерного безумия, от угрозы уничтожения всего живого. Свои надежды на счастливое будущее народы Земли связывают с Советским Союзом. Наша страна ведет активную борьбу за разоружение, за то, чтобы содержимое всех ядерных боеголовок было превращено в мирное горючее, чтобы мирный атом служил делу прогресса на Земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова